Что может делать основатель Аризоны и сколько он фармит? Ребят, короче, всем салют и меня на ютубе не было примерно 10 дней и все это время я немножко болел, но за это время столько всего произошло, что ютуб практически перестал работать. Короче, в описании я оставлю гайд о том, как можно пофиксить ютуб, ну и пожалуйста, после этого не забудьте поставить лайк и подпишитесь. Я стал основателем Аризоны примерно на 1 часик и да, основатели тоже могут собирать подарки. В общем, у меня самый высокий уровень админки на Аризоне и я могу делать на сервере примерно все, что угодно. Например, мне всегда было интересно посмотреть, что такое изменить название сервера, потому что это доступно только главному админу, шестому уровню, а я, вот, что вы понимали, я седьмой, это основатель. Название сервера Arizona RP Server X1 Payday. По-моему, кстати, X1 Payday не было на Аризоне уже несколько лет, примерно лет 5. Arizona RP Server, Arizona RP Server обновление, праздничное обновление, пасхальное обновление, X2 зарплаты. Ну, в целом, вот эта штука уже, в принципе, и не нужна, потому что это название отображается только в старом самповском клиенте, которым уже, ну, в принципе, мало кто пользуется. Поэтому, ладно, это пока неинтересно, идем дальше. Что еще есть у нас в панели администратора пополнить банкоматы? Так, для начала давайте вообще найдем какой-нибудь банкомат, ими вообще кто-нибудь пользуется до сих пор. Сейчас на нем 50 миллионов, и если его пополнить, останется 20. Че? Дантуха Мэдди пополнил банкоматы, а в банкомате денег в итоге стало меньше. Было бы, кстати, прикольно, если бы была такая же команда с донатом. Так, автореспаун транспорта, система репорта, то есть ее можно сделать какой-то старой. Управление базой данных музыки, че это? Проверить прогресс квеста Admin Music, вы не начали квест добавления музыки. Старая система капчи включена сейчас, она с пятого уровня регулируется. То есть, если я хочу купить какой-нибудь дом по госу, например, вот этот, мне нужно ввести вот эту вот стандартную старую капчу. Она не менялась на Аризоне несколько лет. А если я ее, получается, выключу на сервере, то ничего не поменяется. Хотя, возможно, чтобы эта капча поменялась, нужно перезапустить сервер. Но это делает даже не основатель, это делают разработчики. Так, ребят, смотрите, что я нашел еще. У нас в панели админа есть вот такая вот статистика для седьмых уровней. Чтобы вы понимали, этой строчке не видно даже обычным админам. И здесь есть просто все, смотрите, разная серверная статистика. Статистика продажи АЗ коинов. И получается, смотрите, здесь есть все сервера Аризоны. И за сегодня, например, на моем сервере продали 67 тысяч АЗ коинов. То есть вот, вот здесь вот в донате обменивают АЗшки. Да, и вот эти вот 67 тысяч АЗ коинов поменяли на 2 миллиарда вертов обычных. Так, статистика комиссий трейда. На одних только комиссиях в трейде за сегодня уже слили 600 миллионов на Каса Гранде. То есть это когда вы в трейде обмениваетесь с игроками и после этого у вас забирают какую-то комиссию. Только на этом за сегодня слили 600 миллионов. Офигеть. Статистика комиссий банка. Слита денег за подшив аксессуаров. Так, это значит, когда в мастерской одежды точат аксы, за это берут деньги и, ну, не так уж и много. За сегодня на Каса Гранде 18 миллионов. Да, просто жесть. Вот в этой статистике, в этих циферках можно очень прям сильно зависнуть. И возможно, кстати, админы седьмого плюс уровня очень часто этим занимаются и смотрят разную статистику. Ладно, есть еще одна команда. И это команда АХелп, то есть админские команды. В этой менюшке я видел максимально только команды пятого уровня, потому что это мой левел админки на Аризоне. Давайте глянем сразу седьмой и... Так, смотрите. Изменить регистрационный IP игрока. Выдать игроку возможность выйти на пенсию досрочно. То есть, да, игроки, которые стоят на лидерках, их могут перевести на пенсию. И это доступно только админам седьмого уровня. Х2 репутация для админов. Могут включить, выдать АЗП админу. Give Admin Salary, это получается админская зарплата. Give Admin Salary 0. Ну, пусть будет 2000 зарплаты. И все, да, у меня 2000 админской репутации. Я не знаю, можно ли на это что-то вообще купить, но давайте глянем. Темная материя стоит 50 админской зарплаты. Кстати, нормально так. Смотрите, кстати, сколько основатель формит на Payday. 66 АЗ. Это в час получается 132 АЗшки. Офигеть. Так, смотрите, кстати, новогодняя палатка. Ледяная палатка. Таких я вообще еще пока что не видел. И каждую вот эту вот палатку я куплю. Я хочу на них посмотреть, что это вообще такое. Так, вот она первая ледяная лавка. Офигеть, вы видели такой переносной ларек когда-нибудь? Я нет. Офигеть. Ну, первая, честно, по-моему, поприкольнее выглядит. Это какая-то, ну, такая слабенькая. А, ну, по-моему, вот этот ларек Рика я уже где-то видел. Наверное, на Vice City. Смотрите, какой ларек Шрека. Вот это имба. Вот это прикольный ларек. Я бы такой себе купил. Он, во-первых, выше обычных и очень сильно выделяется. Просто посмотрите. Так, есть еще всякие админские перчатки боксерские. Всякие обычные админские скины. Ну, а все остальные аксы, по-моему, они уже такие. Достаточно старенькие. Но переносные ларьки это, конечно, вообще имба. И основатель может выдать себе сколько угодно зарплаты и продавать эти ларьки. Вот этого я, кстати, тоже не знал, ребята. Оказывается, у главных админов есть встроенные в игру читы. И, например, вот, Fly Mode. Я его включаю и могу вот так вот просто двигать камерой. А могу и вот так вот летать. И при этом все будет прогружаться. То есть, никто не видит, как я вот так вот летаю, но при этом я могу, например, прийти вот сюда. И если бы вот здесь вот были бы игроки на центральном рынке, я мог бы за ними вот так вот наблюдать. Так что теперь имейте в виду, ребят. Возможно, прямо сейчас за вами следит главный админ. Оп, еще подарочек. Смотрите, ребят, что еще могут вообще админы. Сет без налог. Это изменить налоги на бизнесы. Изменить налоги на дома. Отменить аукцион на бизнес. Продать частную организацию. То есть, в принципе, любой администратор шестого уровня может ввести вот эту вот команду. И просто продать, например, вот эту страховую компанию. Make YouTuber. Самая главная команда для вообще всех. Всегда хотели стать ютубером. Просто надо прописать главному админу команду Make YouTuber. И все, я ютубер. Ну, наконец-то. Ну и, в принципе, из интересных я даже не знаю, что посмотреть. Очистить аренду дома, паркоместо. Запустить и завершить битву за наземные нефтевышки. Битву за притон. И все такое. В общем, те самые команды, которые, конечно же, должны быть у самого главного админа на сервере. И, понятное дело, он может делать абсолютно все, что угодно. Но вот единственная команда, которая даже не написана в списке команд. Это, наверное, самая главная имба вообще на Аризоне. Команда SetStat. Посмотрите, что здесь можно сделать. Я могу поставить себе абсолютно любой уровень. Я просто должен прописать SetStat 0 и, например, 5000. Все. Вот уровень пятитысячный. Уважение 159 из 20 тысяч. Нормально. Играть примерно 5000 часов для того, чтобы повысить себе один уровень. Могу себе, например, также поменять донат счет. У меня здесь есть 80 тысяч АЗ коинов. Но я могу себе поставить, например, 5 миллионов. Все. У меня 5 миллионов АЗ коинов. Я могу их тратить вообще абсолютно на все, что угодно. Да, по-моему, так даже и неинтересно. Я могу купить все, что угодно. Кадиллак. Феррари. Вот эту лимитку. Феррари. Вторую лимитку. Блин, они недоступны. Вот. Ламборгини Хуракан. Сюда. 78 тысяч. Все. Я на автобазаре. Спавню себе Ламборгини Хуракан. Офигеть. Посмотрите на эту имбу. Честно, какая-то очень странная ламба. Она выглядит как какой-то оффроуд. 228 километров в час. Это какой-то прикол. Прикол за 78 тысяч АЗ-шек.